Привет! Вы смотрите Острую политику, где мы разбираем самые невероятные и абсурдные новости за неделю. Бывшая партия Меркель хочет вернуть в Германию ядерную энергетику. Какая все-таки у людей интересная работа и как им есть чем заняться. Сначала 20 лет они ее гробили и уничтожали как могли, а те резко передумали и будут ее восстанавливать. Только не очень понятно, кто вам ее будет строить, потому что французы доверием не пользуются, США вас до нитки обдерут, а российские реакторы вам теперь недоступны, потому что санкции. В собственную науку, естественно, Германия развивать не собирается. Беженцы в Германии поставили новый рекорд, но веселый явно не для немцев, потому что государство заплатило рекордные 4166 евро за ЖКХ всего трех беженцев. Германия щедрая душа полностью покрыла расходы толпы неосободумащих о работе мигрантов на отопление и воду. И ребята на радостях решили намыться на такую сумму, что аж коменданту поплохело. Одни только расходы на холодную воду перевалились за 700 долларов, а год еще не закончился. Комендант, конечно, подозревает, что людей там живет гораздо больше. Вишенька на торте стала то, что ведомстве города Келлингузен отказались предоставлять информацию о местохождении других беженцев, которые могли потенциально проживать в той самой квартире. Из соображений защиты данных. Платят за банкет, конечно, работающие немцы. Су-57. Заметили в Китае. Он самостоятельно прилетел туда на выставку, не требуя транспортировки в грузовом самолете. Вообще, на самом деле, удобно. Событие пройдет в Джухае. Отправляешь так вот один истребитель, не сопровождаешь его вообще ничем. Он там показывает себя, рекламирует, восхищает китайцев, которые начали его активно сравнивать с Су-22. И американский аналог проигрывает. Ну, по мнению, китайцы. В данном случае, я думаю, можно верить. В принципе, одни плюсы от этой выставки. Никол Пашинян призвал не называть армянский коньяк коньяком. К примеру, министру Армении было особо нечем заняться, поэтому он призвал отказаться от названия коньяк при производстве напитка в стране. По его мнению, это неправильно. Не солидно присваивать нибудь реальную ценность другого. Потому что коньяк производят во Франции. Надо подумать и придумать что-то вроде названия бренди, заявил политик. Ну, человеку, похоже, не хватает адреналина заявить армянам, что они гонят подделку под французский напиток, и надо бы заменить название. А что они хотели? Пашинян давно уже смотрит на Запад, не на Восток или не на Армению. Ему, в принципе, на Армению плевать. Голосуют все. США не дня без файлов с голосованием. В этот раз, за неделю до выборов, люди со всего мира начали приезжать в Штаты, где благодаря демократам не нужно во многих штатах показывать ID, чтобы отдать голос. И, вы не поверите, начали голосовать. Да, то есть россияне, израильтяне, канадцы и многие другие решили прикололваться на избирательной системы США, фактически просто ее втоптать в брязь, и проголосовать. Поймали, кстати, только одного китайца, да и то, когда он решил пошутить повторно и по горячей линии попросил его голос отдать за другого кандидата. Тогда они уже заинтересовались, а кто это он такой проголосовал. А так его голос приняли, тоже за Трампа. Ну, в принципе, своими подвигами и интернациональные участники вмешательства в американские выборы хвастаются в Твиттере, что добавляет некой правдивости их истории, потому что мы и так знаем, что можно голосовать без ID в почти половине штатов. Но когда те еще и фотки этого показывают, это уже новый уровень. Но голосуют не везде. Пока в одних штатах канадец голосует на нескольких участках за Трампа, в других сенсорная система удачно ловит ошибку и вместо Донни выбирает вам Камал Харрис. Ведь зачем вам самому что-то выбирать? Демократическая партия уже все решила. Не сопротивляйтесь. Ошибку признали лишь после обращения в прокуратуру, где сообщили, что все это случайность и поднимать панику не нужно. Верим. Просто Камалу удачлива, никаких подтасовок. Бай Дракула на охоте. Джо Байден во время Хэллина покусал несколько детей, пишет The New York Times. По их мнению, делал он это в шутку, но звоночек все же тревожный. Мне все же кажется, что Деменция взяла свое и самоходный Джо перепутал ребенка в костюме цыпленка и индейку. Особой иронии добавляет то, что делал он это под музыку из фильма «Челюсти», заигравшую в тот момент, когда Байдену приспичивало что-то съесть. Ну, это добавило комичности, но, в принципе, музыку детей не кусает, уже такой подозрительный момент. А с вами был Островая политика. Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующих роликах.